28 августа в аэропорту Ташкента были задержаны 35 граждан Узбекистана, поехавшие в Мекку для совершения паломничества без согласия духовного управления мусульман через частные фирмы из Объединенных Арабских Эмиратов. Один из задержанных в аэропорту Ташкента узбекских паломников говорит, что сотрудники спецслужб спрашивали его о том, с кем он поехал в Хадж, кто руководил группой паломников, какую сумму они заплатили за поездку и с кем встречался за границей, передает Central Asian Org. «Мы прилетели из Дубая в Ташкент 28 августа. В аэропорту нас задержали сотрудники службы государственной безопасности, СГБ, и завели для допроса в отдельные кабинеты. Во время допроса они устроили нам очную ставку с бородатым парнем из Ташкента по имени Даврон. «Спрашивали нас, сколько вы заплатили этому парню. В это время одна из женщин, приехавшая вместе с нашей группой, устроила там скандал, сказав, и от целых 30 лет ждала своей очереди, чтобы поехать в Хадж, но так и не смогла дождаться. Ведь мы не совершали там ничего плохого. Нас удерживали там 7 часов, забрали у всех паспорта, потом отпустили домой, заявив, что свои паспорта мы сможем забрать в отделении милиции, когда нас вызовут на допрос», — говорит собеседник. «Напомним, что согласно закону, принятому 7 июня 2017 года, Комитетом по делам религии при Кабинете министров Узбекистана, местным жителям запрещено совершать хадж и умра через частные фирмы без согласия Духовного управления мусульман, Думу. Один из узбекских паломников, задержанных на днях в аэропорту Ташкента, говорит, что ездить в Мекку по линии Духовного управления мусульман очень тяжело и дорого. Духовное управление мусульман просто монополизировало поездки в хадж. В стране есть мусульмане, которые годами ждут своей очереди, но до сих пор не смогли съездить в Мекку. Во-вторых, ездить в Саудовскую Аравию по линии Думу стоит очень дорого – 4000 долларов. Частные фирмы в Дубае предлагают совершить паломничество за 3000 долларов. Они предлагают мусульманам намного лучшие условия, чем наше духовное управление мусульман», заявил он журналистам. Продолжение следует...